Итоги уходящего четверга Где еще ждать обновления? Добро пожаловать! В стране упростили получение разрешения на постоянное проживание. Мы отмечаем высокую заинтересованность гостей. Кто может воспользоваться услугой? Рецепт от бабушки. У хозяек начался сезон консервации. Салаты, огурцы, 10 банок трехлитровых. Ну, сколько получается. Чем можно удивить родных? А также республиканский каравай, взаимная вакцинация и долгожданная прохлада. В Беларуси уже во вторник стоит ждать дожди и грозы, что покажет столбик термометра. Островок безопасности. В стране упростили получение разрешения на постоянное проживание. Касается это тех, кто имеет корни в республике или этнических белорусов, которые проживают в приграничных государствах. Их ходатайство рассматривается в ускоренном порядке, до 30 дней. Уже принято больше 20 заявлений на граждан Прибалтики и Польши. Консультация граждан приграничных государств Республики Беларусь по данным вопросам продолжается. И мы отмечаем высокую заинтересованность гостей в возможностях получения разрешения на постоянное проживание и дальнейшей интеграции на жительство Беларуси. Напомним, для граждан Литвы, Латвии, Эстонии и Польши установлен безвизовый режим. С апреля такой возможностью воспользовались уже больше 200 тысяч человек. Глобальная реновация. В Бобруйске продолжается капитальный ремонт жилфонда. В списке почти 20 домов. Согласно плану, красят фасады, обновляют кровлю, балконы и ограждения. Где-то появятся пандусы. Кроме этого, ремонтируют пешеходные зоны. Плюс новыми красками изыграют детские и спортивные площадки. Только в Первомайском районе обновят около 200 качелей и горок. Планируется выполнить комплексное благоустройство дворовых территорий. У нас по плану их 31 штука. Около 700 единиц заменить и отремонтировать скамеек и урн. К слову, в Могилевском регионе в этом году планируют капитально отремонтировать 400 тысяч квадратов жилья. Большая часть работ придется на Бобруйский областной центр, а также крупные районы. В планах специалистов замена 62 лифтов, 15 из них в нашем городе. Работы планируют завершить к октябрю. Шеринговая карта, взаимная вакцинация, рекордные цифры. Главная компания лета близка к финишу. Кто завершил жатву первым? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Главная компания лета близка к финишу. В стране убрано более 7 миллионов 200 тысяч тонн зерновых. Это почти 90% площадей. Первой среди регионов жатву завершила Брестская область. Средняя урожайность 37 центнеров с гектаром. Республика рассчитывает на рекордный каравай в 11 миллионов тонн. Беларусь и Россия признали взаимную вакцинацию от коронавируса для свободного перемещения по территории союзного государства. Правительство сняли все ограничения с владельцев сертификатов, а также с детей и подростков, у которых их нет. При этом в документе помимо личных данных должен быть указан актуальный QR-код с информацией о прививке. В стране утвержден порядок бесплатного подвоза школьников. С 1 сентября на место в транспорте смогут рассчитывать ребята из сельской местности. Появится специальный автобус для детей с особенностями психофизического развития и нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. В республике появится дорожная карта развития шеринговой экономики. В последние годы новая модель совместного потребления набирает обороты. Самокат или любой другой товар не обязательно покупать. Можно просто взять в аренду. Система проката стала удобнее благодаря технологиям и IT-платформам. Долгожданную прохладу, по прогнозам синоптиков, стоит ждать уже во вторник. Пройдут дожди и грузы. Тем временем, пока жара не отступает, из-за аномального зноя практически по всей стране продолжают действовать запреты и ограничения на посещение лесов. На пятницу снова объявлен желтый уровень опасности. От подарков на день рождения до открыток на Новый год Белпочта запустила новый онлайн-сервис для оформления посылок, писем и пакетов. Теперь не обязательно заполнять бланк на почтовое отправление в отделении связи. Сделать это можно из дома, сидя за компьютером. Нужно зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте, указать номер телефона, придумать безопасный пароль и ввести символ из картинки. Вам необходимо зайти в личный кабинет, выбрать вид почтового отправления, ввести данные получателя, отправителя, вес. И если у вас есть возможность распечатать бланк, если нет такой возможности, вам достаточно запомнить номер отправления, который будет указан, и прийти на отделение связи для отправки вашего отправления. Воспользоваться сервисом могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. К слову, клиентам доступна услуга «Почтовый курьер». За дополнительную плату посылку доставят прямо домой в удобное время. Приглашаем к столу. Сезон сбора урожая в самом разгаре, вместе с ним и период консервации. Хозяйки заготавливают овощи, фрукты, ягоды и грибы. У каждой свой уникальный рецепт, но главное – правильная технология. Без нее есть шанс не только испортить продукт, но и отравиться. О секретах домашней кухни Карина Гривич. Для Светланы Гайшун сезон консервации только начался, но женщина уже вовсю трудится на кухне. Натирает морковку, режет перец, лук и помидоры. Рецепту такого салата в банке научила еще мама. Это отличное дополнение к столу как зимой, так и летом. Без своих помощников хозяйка никуда. Дети с удовольствием присоединяются к общему делу. Потом расстаем гостям или знакомым иногда. Но салаты, огурцы 10 банок трехлитровых, ну вот сколько получается. Мы поняли, что очень важно делать свое. Во-первых, оно вкусное, оно сделано с любовью. Ты знаешь, сколько там положить ингредиентов, сахара, соли по вкусу нашей семьи. Первое правило консервации – все овощи, фрукты и грибы должны быть свежими и целыми. Перед готовкой плоды нужно тщательно промыть. Стеклянная тара без повреждений и сколов. Крышки стоит выбирать непогнутые и так, чтобы они плотно садились на банки. Герметичность – условия долгого хранения. Удобный способ стерилизации – духовка. Сначала хорошо промойте тару, высушите и поставьте вниз горлышком. Затем медленно нагревайте в течение получаса. В конце выключите и дождитесь, пока стекло полностью остынет. Хранить консервацию лучше в прохладном месте. Температура должна быть ниже 10 градусов. Идеально подойдет погреб. Домашние заготовки удобны и полезны, но могут таить опасность. Именно они – самые частые причины ботулизма. Инфекция живет только при отсутствии доступа кислорода. Поэтому не стоит покупать консервы на рынке или у случайных людей. Дети очень сильно восприимчивы к ботулотоксину. Поэтому нужно только термически обработать. А лучше не давать маленьким детям то, что приготовили из консервации. Лучше сварить кашку. Явные симптомы – тошнота и рвота. Есть шанс и летального исхода. Поэтому лучше наслаждаться плодами природы в свой сезон. А если все-таки решили заняться консервацией, четко соблюдайте правила заготовки и советы специалистов. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бабруйск, 360. Ландшафтные шедевры. МЧС проводит конкурс на лучшее оформление приусадебного участка. Фантазии не ограничивают. Главный критерий – безопасная тематика. Это может быть оригинальная клумба с номером 112, фигурная стрижка газонов, декор в виде огнетушителя или пожарной машины. Мы ждем конкурсной работы на нашу почту сектора пропаганды до 29 августа. После чего мы уже выберем лучшие работы, которые будут участвовать в том числе и на областных этапах. Сотрудники МЧС ищут разные способы привлечь внимание бобручан, как взрослых, так и маленьких, к своей безопасности. Необычный граффити, украшая стены многоэтажек, во дворах установлены деревянные машинки с телефоном службы спасения. А на территории 65-го детского сада и вовсе расположилась целая игровая площадка. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok